В этом видео я покажу 3 рецепта глазури, а также покажу, как я буду украшать пасочки в этом году. Два белка. Для приготовления безе белки должны быть комнатной температуры. Я предварительно их взвесила и их вес составляет 57 граммов. Означает это, что нам надо взять в 2 раза больше сахара или сахарной пудры. Лучше брать, конечно, сахарную пудру, потому что не будет отдельных крупинок, не растворившихся сахара. Получается, мне нужно взять приблизительно 115 граммов сахарной пудры. В белки я добавляю 1 небольшую щепотку соли и начинаю их взбивать на маленькой скорости. После появления такой пены, похожей на пивную шапочку, я увеличиваю скорость миксера и взбиваю до крепкой белой пены. Периодически со стенок миски я снимаю белки, чтобы они все хорошо взбились. Как видите, белки хорошо взбиваются без добавления сахара. Сахарную пудру я еще не добавляла. Также емкость и венчики должны быть абсолютно чистыми, без грамма жира. И в белках ни в коем случае не должно быть и капельки желтка. Теперь вот когда белки хорошо взбиты, я начинаю частями вводить сахарную пудру приблизительно за 5 раз. И взбиваю каждый раз. Также я добавляю 1 столовую ложку лимонного сока и продолжаю взбивать, пока вся сахарная пудра не растворится. В итоге получается вот такая белковая масса, которая прекрасно держит форму, из которой я хочу приготовить безет для украшения. Вы посмотрите, какая она густая. И можно делать такие вот красивые рисунки. Этого количества глазури хватит для украшения 5-6 маленьких диаметром 9 см, достаточно толстым слоем. Если у вас есть газовая горелка, то можно сделать такие подгоревшие пики, которые придадут особый шарм. Следующая глазурь будет очень похожа на молочный шоколад. И для нее мне понадобится 60 граммов сухого молока. Еще мне нравится в этой глазури то, что она не приторно-сладкая. И количество сахара можно регулировать на свой вкус. Я добавляю 1 чайную ложку или приблизительно 10 граммов сахарной пудры. И теперь постепенно ввожу теплую воду, постоянно помешивая. И вот так вот перемешиваю. У меня ушло приблизительно 25 мл воды. Но добавлять нужно постепенно, чтобы слишком много не добавить и глазурь не была жидкой. Этого количества глазури хватит на 2 пасочки диаметром 9 см. Или же на одну, но очень толстым слоем. Она быстро схватывается. Но по вкусу она очень вкусная. Она абсолютно не сладкая. И такая, как молочный шоколад. Очень-очень вкусно. Как видите, с этой глазурью получаются такие красивые аппетитные потеки. И я украшаю вот такими кондитерскими шариками. Ну и третий, завершающий рецепт глазури, это глазурь с желатином. Она получается по вкусу очень похожа на маршмеллоу. Маршмеллоу это такой вид зефира, который в фильмах и в мультфильмах очень часто жарят на таких деревянных палочках на костре. Одну чайную ложку желатина я заливаю одной столовой ложкой теплой воды. Или же смотрите инструкции на упаковке. Перемешаю и оставлю набухнуть. 100 граммов сахара отправляю в сотильник, где буду варить сироп. Сюда же добавляю оставшуюся воду. Всего 30 миллилитров. Получается, что одна столовая ложка ушла в сироп, а оставшаяся вода идет на сироп. Столовая ложка ушла на желатин. Получается вот такая густая сахарная масса. И нужно варить сироп, пока не растворится весь сахар. И масса не станет однородной без крупинок. Вот смотрите, сахар закипел и сироп стал однородным. Я его снимаю с огня. Я подождала буквально одну минуту, чтобы сироп немного остыл. И добавляю сюда набухший желатин. И хорошенько перемешиваю, чтобы не было комков желатина. И начинаю очень быстро взбивать эту массу, потому что она густеет прямо на глазах. Добавляю одну столовую ложку лимонного сока. И снова все взбиваю. Работать с этой глазурью нужно очень быстро, потому что она быстро застывает по мере охлаждения смеси. Этой же глазурью можно сделать такие красивые белоснежные потеки. И украшаю кондитерской присыпкой. Этого количества глазури хватит на смазывание пяти не очень толстым слоем. И теперь давайте подведем итоги. Вот эта пасочка с глазурью сухого молока, по моему мнению, является самой вкусной глазурью для куличей. Потому что здесь минимум сахара, и вкус получается как у белого шоколада. При этом она не крошится. И смотрите, абсолютно я нажимаю, нет ни трещин, ничего. Красивые потеки, и внешний вид тоже красивый. Но она такая более матовая. Это глазурь из желатина с сахаром. Она достаточно сладкая, но она формирует очень красивые потеки. Тоже не крошится абсолютно. И внешне выглядит как невеста, нарядная пасочка с этой посыпкой серебристой. Это глазурь из битого белка. На данный момент, спустя 2,5 часа, она еще полностью не застыла. Она слегка липнет. Но если в нее добавить сахар, то она будет, конечно, более плотной. И не будет липнуть к рукам, но при этом она начнет крошиться. Пишите в комментариях, какая глазурь вам понравилась больше всего. Дорогие мои зрители, продолжаем подготовку Пасхи. И сегодня у нас будут пасхальные крашеные яйца. Для первого способа нам нужна луковая шелуха. Нарезаем ее на мелкие кусочки. Очень удобно это делать ножницами. Вот получилась такая вот мелкая луковая шелуха. Дальше нам понадобятся кусочки марли и вот такие вот резиночки канцелярские или обычные нитки. Вместо марли можно использовать обычные влажные салфетки. Или же можно использовать капроновые колготки. Тоже нарезать их на небольшие квадратики. Берем яйцо, окунаем его в обычную воду и теперь вот так вот обмакиваем в луковой шелухе. Когда яйцо мокрое, к нему лучше пристает луковая шелуха. Вот так вот. И перекладываем на марлю. Собираем в мешочек и фиксируем при помощи нитки или же резиночки канцелярской, как у меня. Все, готово. И подготавливаем таким образом остальные яйца. Яйца, кстати, у меня сырые и лучше брать именно белые, так лучше на них проявляется рисунок в итоге. Края обрезаем марли, чтобы они нам не мешали. Также берите желательно вот такую вот железную кастрюльку, как у меня, или какую-то старенькую, чтобы было не так жаль ее. Добавляем 1 чайную ложку соли, это для того, чтобы яйца не потрескались во время варки. Дальше в ход пойдет зеленка, поэтому, чтобы не запачкать руки, я буду использовать вот такие вот тонкие, но очень прочные перчатки. Добавляем зеленку, у меня емкость небольшая, поэтому я добавлю приблизительно 1 четвертую баночки, всего здесь 20 миллилитров. После закипания варим 10 минут, потом снимаем с огня и оставляем в горячей воде еще минут на 15-20. Я сделала только 3 яйца в этой технике, потому что я хочу вам показать еще другие техники, но вы можете сделать намного больше яиц в луковой шелухе с зеленкой. Для следующего метода я беру обычные красители, которые продаются абсолютно во всех магазинах, они у меня в виде таблеток, бывают в виде порошка или жидкие. Добавляю сюда по 1 столовой ложке очень горячей воды, по 1 столовой ложке 9% уксуса в каждую емкость, к каждому цвету. Размешиваем все при помощи ватных палочек и оставляем ватную палочку в стаканчике, это у нас будет как кисточка для рисования. Берем бумажное полотенце, одно сваренное еще очень горячее яйцо, потому что когда яйцо горячее, оно лучше окрашивается красителями. Край фиксируем при помощи обычной нитки или канцелярской резинки, у нас получается вот такая вот заготовочка. Теперь мы берем ее и начинаем творить. Не жалея, наносим краску, особенно там вот где складки, можно побольше наносить, потому что там очень много бумаги, чтобы все-таки краска смогла пройти до скорлупы яйца. Теперь красный. Вы можете чередовать цвета, как вам больше нравится, в итоге у вас получится какой-то свой рисунок. Синий реагирует с желтым и получается зеленый. Вообще вот время подготовки к Пасхе, оно такое волшебное, все люди пытаются сделать что-то необычное, красивое. Наверное, больше всего занимаются творчеством именно в это время года. Всем советую использовать перчатки, потому что и голова будет в краске. Оставляем яйцо в таком виде, хотя бы на часик, чтобы оно прокрасилось. Для следующего способа нам понадобятся обычные пакетики, вот эти уже красители, которые мы с вами ранее использовали, и обычный рис. Насыпаем приблизительно грамм 100 риса в каждый пакетик. В каждый пакетик добавляем краситель, который у нас остался после предыдущего способа покраски яиц. Вот так вот перемешиваем рис. В каждом пакетике обязательно пакетик должен быть целым, иначе все будет в цветном рисе. Чтобы каждая рисинка, вот так вот перемешиваем, была покрыта красителем. И калачу. Вот такой у нас получается цветной рис. Берем горячее яйцо, уже сваренное, и вот так вот его покрываем рисом. Чтобы оно покрылось со всех сторон. Так как яйцо горячее, оно будет лучше окрашиваться. И оставляем в таком виде минут на 5-10. Чем дольше оно так будет, тем более насыщенным получится цвет. И так поступаем с каждым цветом. Вы можете окрасить таким образом, около 5-7 яиц с каждого цвета. Яйца прокрасились, они уже полностью остыли. Теперь снимаем. Смотрим, какая красота. Вы только посмотрите, как симпатично получается. Вау. И следующее. У каждого свой рисунок. Теперь те, которые у нас в зеленке и в луковой шелухе, это вообще мой фаворит. Вы сейчас посмотрите, какие они красивые. Промываем в воде. Посмотрите, ну это же вообще просто фантастически красиво. И красители никакие не нужны. Так, обновляем. И еще одно, посмотрите, какая красота. Боже. Всего лишь луковая шелуха и зеленка. И какая получается невообразимая красота. Здесь более такой размытый, здесь более четкий рисунок. И то, которое в рисе. Вот такой у него получается тоже красивый, интересный рисунок. Взбождаем его от риса. Теперь давайте вот этот оранжевый. Они получаются, знаете, как будто бы такие бархатные. Очень такой насыщенный цвет. И за счет такого рисунка кажется, что они как мягенькие какие-то. Вообще, конечно, красить яйца очень интересно. Каждый раз, как новый результат, ждешь, удивляешься, что же именно будет интересно. И желтенькое достаем. Даем яйцам немного подсохнуть, то есть полностью обсохнуть. И тогда смазываем их растительным маслом, чтобы они приобрели красивый глянцевый блеск. Вот такая красота получилась. Мой фаворит это, конечно же, окрашивание при помощи луковой шелухи и зеленки. Получается просто невероятная красота. Каждый раз разный рисунок. А вы же в комментариях напишите мне, какой способ понравился именно вам. Я же с вами прощаюсь. Всех с наступающими теплыми, веселыми праздниками. Всем пока, до новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok